Здравствуйте! В эфире программа 7 минут. В Рязани вновь открыт грибной сезон. И после продолжительных дождей любители тихой охоты начали массово выезжать в лес. Сегодня поговорим о том, как охотникам за грибами самим не стать жертвой охоты. Об основных правилах, позволяющих уберечься от отравления грибами, мы поговорим сегодня с Натальей Гришковой, ведущим специалистом-экспертом управления санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Рязанской области. Здравствуйте, Наталья Викторовна. Скажите, были ли зарегистрированы случаи отравления грибами в Рязанской области? В текущем году на территории Рязанской области, города Рязани, не было зарегистрировано пищевых отравлений, связанных с употреблением грибов. А в прошлые годы были зарегистрированы случаи? Ну, последний случай с летальным исходом был зарегистрирован в 2011 году, когда этот случай был связан с употреблением в пищу бледной поганки и несвоевременным обращением пострадавших за медицинской помощью. В 2012 году было 4 случая отравления грибами, но это было связано с неправильным приготовлением блюд из грибов, неправильной обработкой грибов, в связи с чем пострадавшие обратились в свое время за медицинскую помощью, исход был благоприятный. Я знаю, что была информация о том, что в Рязанской области два москвича отравились грибами в лесу с летальным исходом. Действительно ли это так? В настоящее время, я еще раз повторяю, у нас официально не зарегистрированы пищевых отравлений, в том числе отравлений грибами тяжелых. По этому вопросу к нам тоже обращались. После уточнения данных в настоящее время проводится экспертиза и результат экспертизы еще не готовы. Давайте поговорим об основных правилах сбора. Что необходимо знать грибникам? Нельзя собирать грибы вдоль дорог, обочин, свалок. Нельзя собирать грибы те, которые вы не знаете, в которых вы сомневаетесь. В случае приобретения грибов в местах несанкционированной торговли на рынках, никто не гарантирует вам, из продавцов, какого качества эти грибы и в какой зоне. Эти грибы были собраны. Необходимо собирать только те грибы, в которых человек не сомневается, в которых он знает, что это гриб съедобный. Нельзя собирать грибы, которые уже старые, дряблые, перезрелые грибы. Нельзя пробовать грибы на вкус, в сыром виде. При сборе грибов надо собирать грибы целые. Особенно обращать внимание на ножку грибов. Если они утолщенные книзу и с юбочкой, то сразу такие грибы надо выбрасывать. Если вы собираете опяты, то надо обращать внимание на шляпку. Если ярко окрашенные, то тоже эти грибы надо выбрасывать. Как правильно обрабатывать грибы? К этому моменту надо очень особо внимательно подойти. Необходимо перебрать грибы, еще раз я повторю, после чего промыть хорошо проточной водой, отварить грибы в течение 15 минут. Первый отвар слить, его нельзя пробовать, потому что некоторые грибы в отвар выделяют в первые 15 минут ядовитые вещества, которые могут также вызвать пищевое отравление. После чего еще раз надо грибы промыть, отжать и приступать к приготовлению блюд из грибов. А что касается консервации? Про ботулизм давайте поговорим. Ботулизм – это тяжелое пищевое отравление с высоким летальным исходом. Своевременно надо обращаться к врачу при появлении первых признаков отравления, в том числе такому заболеванию, как ботулизм. Поэтому необходимо к этому вопросу консервирования грибов подойти очень внимательно, потому что это очень тяжелое заболевание. И никогда не приобретать консервированные грибы на рынках, в местах несанкционерной торговли, на улицах, во дворах, если торгуют люди. Лучше приобретать консервированные грибы, которые продаются уже в промышленной переработке. Там соблюдаются все условия стерилизации и приготовления грибов. Какие существуют признаки отравления? При отравлении бледной поганкой и других грибов, возможно, первые признаки появления через 8-10 часов после употребления. Блюд из грибов – это слабость, недомогание, головокружение, сухость во рту, неоднократная рвота, жидкий стул, идет сильное обезвоживание организма. В этом случае необходимо обратиться за медицинской помощью, вызвать врача или скорую медицинскую помощь. В основном сразу все обращаются к врачу, потому что уже люди знают. Ну, нельзя употреблять грибами, потому что это тяжелый продукт, нельзя. Очень много есть грибов на ночь, потому что это белковый продукт. С осторожностью давать детям. Торговля арбузами и дынями в стране идет уже вовсю. Лизанцы балуют себя этой продукцией, начиная с первых дней августа. Но не стоит ли подождать? Ведь, как известно, ранние бахчевые буквально перекормлены стимуляторами роста и различными нитратами. Скажите, были ли зарегистрированы случаи отравления дынями и арбузами в этом году? Ну, началась пора реализации бахчевых культур. Не только на территории Лизанской области, но и на территории Российской Федерации. На территории нашей области не было зарегистрировано пищевых отравлений, связанных с употреблением бахчевых культур – дынь и арбузов. Использование нитратов – традиция, идущая еще с советских времен. Но во всем ведь есть мера. Расскажите, какие существуют нормы? Есть нормы содержания нитратов в арбузах. Содержание нитратов должно быть в пределах 60 мкг на килограмм, в дынях – 90 мкг на килограмм. Проводить лабораторные исследования могут специалисты испытательных лабораторных центров. Наша лаборатория в БУС-центре Киены проводит лабораторные исследования в рамках производственного контроля, также в рамках проведения плановых проверок и внеплановых проверок в случае обращения граждан на реализацию бахчевых культур. Кроме того, на рынках врачи ветсанэкспертизы проводят ежедневно контроль за реализуемой продукцией на территории каждого рынка, где определяют содержание нитратов. Скажите, а нитраты могут привести к отравлениям? Если содержание в бахчевых культурах выше предельно допустимой нормы, то возникнет пищевое отравление. Каких правил при выборе стоит придерживаться? Необходимо приобретать бахчевые культуры нашим рязанцам только в местах санкционированной торговли, в магазинах, в торговых центрах, на рынках, в организованных торговых палатках, где реализуются бахчевые культуры не с земли, а на поддонах. Если реализуются вдоль дорог, обочин, во дворах, где бахчевые культуры навалом, приобретать такие продукты не следует. Это может привести к неблагоприятным последствиям со стороны здоровья. Нельзя покупать арбуз надрезами, частями, так что это запрещено санитарными правилами. При выборе арбуза необходимо обращать на окрас. Рисунок должен быть четкий, гладкая поверхность, плодоножка должна быть сухой, при постукивании стук должен быть глухой. Если при разрезе мякоть ягоды уже рыхлая, с пустотами, это уже признак того, что уже окончание срока хранения арбуза. При выборе дыни надо обращать внимание на аромат. Он должен быть ярким, дынным, вкусным, ванильным, ягодным, приятным. Перед употреблением в пищу арбузов и дынь необходимо промыть большое количество проточной воды с мылом, а потом сплоснуть еще раз с кипяченой водой. Спасибо за беседу. На этом наша программа подошла к концу. Всего вам самого хорошего. До скорой встречи в эфире. Твой обычный день в офисе. И ты, как всегда, загружен работой. Документы, звонки, отчеты. Опять звонки. Пора бы сделать и перерыв. Оторваться от бумаг и посмотреть на что-нибудь приятное. На собственного ребенка, к примеру. Ну, или на собственную машину. Что, что-то не так? С ребенком или с машиной? Ага, ты все-таки вспомнил. Детское сидение. То, чего так давно не хватало твоему автомобилю. Ну и твоему спокойствию получается.